Девятый праздник У нас дача здесь, поэтому нам всегда очень удобно И вообще просто замечательное душевное место, где хочется веселиться, где хочется смеяться, танцевать Веселые, все радостные, все довольные, чувствуется, люди приехали отдыхать, праздновать и радоваться Нравится настрой людей, то есть и добродушно настроены, всем нравится и веселая атмосфера очень В детстве говорили, что 15 минут смеха заменяет полтора килограмма сметаны Поэтому думаю, что такие праздники нужны, а тем более праздники, которые делаются для населения Ну посмотрим сейчас, какие будут выступления, что мы увидим здесь Ну во всяком случае, людей с плохим настроением, с пессимизмом на лице я ни одного не встретил Находясь здесь 20 минут Я надеюсь, что в конце праздника будет очень много улыбок, хорошего настроения, это самое главное Не, я там все по ярмарке хожу, всякие бусы и так далее, покупали всего, как обычно Потряслись вообще ваши, ну как правильно я сказала, погода, вернее природа Потрясающе совершенно, говори Очень красивые люди, очень красивые души, это же не везде такое бывает Просто мы очень рады, что такой народ здесь живет Но природа позволяет раскрыться, я думаю, да? Да, да, да Полюбила гряди, рисаи под гряди, родила две недели, счастье было и соляркаю цела А как вы думаете, есть ли в Карелии национальный юмор и какой он? Такой, как и в Кинге-Сава Вы знаете, вот праздник это одно, а деревенская жизнь здесь совершенно другая Действительно живут юмористы К соседке, к нашей подаче должен был прийти деревенский житель Это было буквально позавчера Ты знаешь, говорит, у меня сломался чайник, можно я к тебе приучать? Она говорит, да, пожалуйста, приходи, все нормально Но она-то думала его попросить, чтобы он ей траву скосил Вдруг он им сделал такой телильный, шляпе, рубашку, пиджак и трусы Через пять минут он был выгнан Вот, наверное, такой он, Кинге-Савский юмор Тут есть, но он такой глубокий Может быть, не всем заметный Вообще есть Особенности карельского юмора Сначала смеются, а потом рассказывают А потом понимают Вот это отличительная особенность карельского юмора В карельском юморе есть доброта Такое вот своеобразие И какой-то карельский дух такой вот присутствует Что именно дружелюбный такой юмор Не злобный такой хороший юмор Ну здесь, наверное, мне кажется, чуть-чуть особенный Он такой немножко северный все-таки юмор Он такой более крепкий, мне так кажется Как вы считаете, нужно ли сохранять Вот эту вот самобытную национальную карельскую культуру? Ну, наверное, нужно Именно вот этими праздниками Замечательными встречами с артистами Вот, может быть, хорошо, когда приезжают артисты Но, наверное, вот эти лучше Обязательно Пропагандировать Привлекать молодежь И молодежь Да В первую очередь привлекать молодежь Да Надо в селах, где есть карельский язык еще Потихоньку питаться своим примером И молодежь к этому привлекать тоже Вот я карелка, например Мы очень мало говорим по-карельски, не слышим Ну сейчас в школах изучают карельский язык Я бы хотела, чтобы моя внучка говорила по-карельски Ну я сама уже плохо знаю, потому что разговаривать на языке Тут недавно было совещание с представителями коренных народов И, в общем-то, я предложил даже ввести какие-то стимулирующие вещи Для вот тех дошкольных, школьных учреждений, где вот эти вот языки коренных народов Коренных народов, повторяю, будут преподаваться на хорошем уровне Особенно в детских дошкольных учреждениях Ну я думаю, настоящая культура, она сохранится Если она есть, то она будет Дедушка приходит к врачу и говорит Вы знаете, у меня уже шуршит в ушах и жужжит и так далее А мне что-то со слуха Доктор ему говорит Дедушка, а вам сколько лет? 86 Это не шурша, это аплодисменты Ребенок спрашивает у мамы Мама, а что полезнее, мороженое или сосиски? Мама отвечает Сынок, да сегодня покурите полезнее, чем сосиски Ой, раздевалка через дорогу баня Ёрши калах, кала налда айга То есть ёрш тоже рыба, когда рыбы нет Чужой мужик прижал бабу-папу к камню Пень пал, и я пал Вот два брата идут в охоту Ну сели за столик, как типа такого Отдохнуть и спрашивают один другого Брат, вот вдруг, говорит, медведь навстречу пойдёт Чё ты сделаешь? Дружьё, выстрелю А вдруг ты, говорит, дружьё оставил дома Чем ты, говорит, чинжалом А вдруг чинжал, говорит, ремень А вдруг он, говорит, слушай, ты чей брат, медведь или мой?